Российский сериал в жанре драмеди «Полицейские срублевки» выходил на телеэкраны на протяжении пяти сезонов, с 2016 по 2020 год, и завоевал любовь и интерес зрителей. Сюжет проекта, режиссерами-сценаристом которого выступил Илья Куликов, повествует о работе сотрудников несуществующего столичного ОМВД Барвиха Северная. К несчастью, некоторых артистов, снимавшихся в популярном многосередном фильме, уже нет в живых. Актер Ростислав Гулбис сыграл в проекте роль Олега Елисеева, друга Гриши. Также артиста знают благодаря другим его киноработам. Он снимался в детективном многосерийном фильме «Кулагин и партнеры», в мистическом проекте «Чернобыль. Зона отчуждения», в фантастическом фильме «Кома». Попробовая свои силы в кинематографе, парень решил еще, будучи учеником 11 класса. После школы получил образование и работал в театре, а профессионально сниматься в кино начал в 2011 году. Всего его фильмография насчитывает больше 20 работ. Ростислав Гулбис ушел из жизни летом 21 года. Ему исполнилось 32 года. Причиной смерти стало обострение панкреатита, которое спровоцировало почечную недостаточность и вызвало отек легких. У актера осталась любимая девушка Виктория Жигулина. Егор Клинаев, актер сериала «Полицейский срублевки», исполнил роль Саши, сына Яковлева. Также он появился в фильмах и сериалах «Физрук», «Чемпионы», «Частная пионерская». Егор профессионально занимался музыкой и был известен как участник ансамбля «Непоседы». Кроме того, младшее поколение запомнило Клинаев в качестве ведущего передачи «Пора в космос» канала «Карусель». Егор погиб при трагических обстоятельствах в сентябре 2017 года в Москве, когда ему было 18 лет. Став свидетелем массового ДПН МКАД, Клинаев вышел из машины и бросился на помощь пострадавшей. Но сам случайно оказался под колесами другого автомобиля, который в это время проезжал мимо. В числе умерших актеров сериала «Полицейский срублевки» оказалась Ирина Цивина, которая также известна как вдова актера Евгения Ястигнеева. Исполнительница сыграла в многосерийной комедии роль заучи элитной школы. Сниматься в кино актриса начала в конце 80-х годов. Всего в ее творческой биографии больше 50 ролей. Она запомнилась зрителям по фильмам из сериала «Молодежка», «Кремлевские курсанты», «Принцесса цирка». Ирина Цивина умерла у себя дома в апреле 2019 года. Причиной таргедии названа болезнь сердца, спровоцировавшая инфаркт. Также рассматривались и другие версии ее скоропостижной кончины, проблемы с сосудами, расстройство психологического характера и даже убийство. Актрисе было 55 лет. У нее остались двое детей. Завершает список умерших актеров сериала «Полицейский срублевки» Виталий Ольшанский. Проекция ему досталась эпизодическая роль. Он сыграл фельдшера скорой помощи в одной из серий первого сезона. Его дебют в кинематографе состоялся в 2000 году, а всего на счету у Виталия более 115 работ. Он запомнился кинолюбителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Бумер», «Практика». Артист театра и кино Виталий Ольшанский умер на 1953 году жизни. Он был найден знакомой, которая не смогла ему дозвониться в своей квартире без сознания в феврале 2021 года. Прибывшим медикам не удалось спасти актера. Детей у знаменитости не родилось, а личная жизнь сложилась неудачно. Три брака завершились разводом, поэтому последние годы жизни он был одиноким. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, который немного отличается по тематике, он больше музыкальный. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok